Мама, а сколько ты меня здесь? Мама, а сколько ты меня тут? 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 Точно. Вот это вдалеке, где две трубы дымится, это украинка. А вот это туманка, где ветряк, вот это что-то было туманное, ну как, или планировали, уже запустили туманное орошение в теплице. Но теплица не работает, все стекла побиты, просто название, осталась туманка. Грунт, ты говоришь, отправляли грунт в космос? Ну да, конечно, вернули, но не осталось. И потом не вас садили? Они там садили даже, в космос. И тебя смотрели, как она будет? Да, 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 вот все растения, все семена, которые в космос попадают, они живучие, чем земные. Это синяя борода. Да, но она такая, какая есть, конечно. Да, это синяя борода, реально. Это баба без головы, и тоже надписи явно не старославянские или половецкие, now, map. А традиция? Да, сама традиция, граффити. Да, да, да. Это тиф ягодный. Там такие непролазные джунгли, кошмар. Там даже, может, горностая живет. А после войны начали уже полностью эту территорию. Ну, тут голое все было, есть фотки. Военнопленные немцы нагребали вот эти бугры, канавы, все это делали, за ними смотрели наши солдаты. А это что было? Это первый корпус, он реставрируется, как видите, активно. Ну так, предположительно. Потому что фирма, которая его реставрировала, забрали денежки и куда-то исчезли. Администрация не знает, где они, и он уже реставрируется около трех лет. Ну, для всех, конечно. И так, они дают сейчас монахтерючек. И бобы такие, ну, как обычные бобы примерно. Из них северомикарские индейцы делают кофейный напиток. Поджаривают их, размалывают. И как мы из пшеницы или чего, из ячменя делают, так и они. Я дома, я был на ВДНХ еще давно, или в восьмом году, или в каком-то. И там тоже они растут, насобирал этих плодов. Думаю, посажу, ну, красивая, декоративная. Приехал домой, посадил несколько штук. Они все практически повсходили, они такие, ну, непривередливые. И сейчас такие бандуры, ну, по два метра роста. Мама говорит, куда их сажать. И выкапывать их жалко. И, короче, хоть их и покосило. А их называете? Бундук. Снарядами там чуть-чуть их покосило, ну, не сильно. Они повыживали. Там яблоню полностью выкорчевало одним снарядом. Ну, кто такой. Вот. Так я к чему? И я решил сделать тоже конфейный напиток. Насобирал этих же. Между ними зеленое такое желе, которое индейцы использовали для мытья волос. Ну, тоже я пробовал руки мыть. Ну, мылится нормально, неплохо, короче. На вкус, конечно, оно такое приперно, такое невкусное. Гайдота такая. Вот. Короче, наложили в сковородку, ну, практически вот так полностью слой этих бобов. И начали жарить. Ярослав был мой племянник. Кот. Муслим. Он еще был. Там мама, сестра. Дядя Саша это очень. На кухню вечером. Не помню, зима или что. И накрыли их крышкой алюминиевой сковородкой. И они начали стрелять. Ну, это как попкорн, но только сильно. Бух, бух. Кот забежал, короче. Испугался. Ярослав тоже. Он до сих пор вспоминает, как бундуки стреляли. Они начали стрелять. Ну, потом их размолол. Взяли кофейный напиток, нормально, все классно. Ну, вот это запомнилось, наверное, и племяннику, и коту. Ну, кот уже умер навсегда. Пойдем.